добро пожаловать на мой канал с вами валентина в этом видео мы с вами шьем сумку заключительный этап эти заготовки я сделала в предыдущем видео ссылку оставлю в описании как это делается техника пицца взяла обыкновенный лоскуте тюль и нашла применение вот в такой красоте в этом же стиле я сделала обтачку но выкроила ширина 55 ширина 20 я ее сейчас выровняю разрежу и у меня будет две детали 2 обтачки готовы выкроила подкладку на подкладка чуть меньше высоты сумки и сейчас вот смотрите это команд я потом займусь им беру часть пришиваю к обтачке и потом пускаю дополнительный шов чтобы ничего не топорщилась пришила обтачку пустил дополнительную строчку это называется от строчка подкладку конечно можно брать и синтетическую я взяла хлопковая это у меня ситиц выкроила прямоугольник 30 на 17 но он у меня двойной так как ткань все-таки тонкая пусть будет потолще карман и теперь я пришиваю карман смотрите вы можете прошить эту сторону как чулок потом вывернуть и вам останется только подвернуть вот эти края смотрите прошиваете как вам удобно но он у меня будет не такой широкий я пущу еще дополнительную строчку разделю пополам не забываем на кармане в начале строчки обязательно делаем закрепки прежде чем пришивать к карман зафиксируйте булавками прошила карманы на второй детали также сделала один небольшой карман сделала закрепку прошлась до этих пор сделала закрепку на ширину лапки и прошлась еще одним швом соединяю одну часть подкладки с лицевой стороной это у меня и слишком или мы с вами хорошо рассчитываем здесь сколько нам нужно отрезать или проще отрезать снизу это мои ручки длина одной ручки 55 сантиметров взяла простую ткань свежую сверху наложила тюль и просто пустила строчки не стала я делать декоративную строчку и ширина у меня получилось примерно 2 и 7 и теперь полотно сложила вместе вдвое от края отступила 15 сантиметров прикрепила ручку булавку сместила ниже потому что здесь буду прошивать аккуратно мы ее не перекручивая переносим переносим на другую сторону вот все просто и теперь я ориентируюсь на лицо прикрепила на заднюю стенку и ручки слегка выпустила вперед потому что когда сделается шов пусть будет даже двойной мало ли что вы там будете носить они могут выскочить так что чуть-чуть подлиннее теперь я сейчас делаю две или три строчки на ручках закрепляю у меня сумка будет с объемным дном я в углу ну как сложил две детальки и отмерила 4 на 4 размеры могут быть разные 3 на 3 5 на 5 6 на 6 смотря какое дно вы хотите увидеть но не забывайте что ищу припуски на швы они у вас немножко украдут ткани и у вас но получится немножечко больше также не вырезаем и на подкладочной ткани заготовки полностью готовы к прошиву к завершению работы и у нас несколько вариантов как мы можем шить изначально мы можем отдельно прошить бока и низ на верхней части и на подкладке но в подкладке мы должны с вами оставить отверстие или внизу или сбоку для выворачивания но и также мы можем пришить к сумке вот так обтачку хорошо также сфиксировав и потом когда будем соединять наши половиночки надо обязательно соединить вот эти так удала немножечко от экрана соединять вот эти все швы я собираю сумку по отдельности подкладка отдельно вверх отдельно когда все прошила раздвигаю швы в разутюжку их состыковываю и делаю шов не забывайте также про закрепки эти вот ниточки у меня их можно отрезать завязать но вы знаете что у вас сделано закрепка и вот у меня еще один уголок это делается просто вот и прокладываете строчку и еще по поводу уголков если когда вы шили сумку и вам не понравился сам вот этот объем всегда можно увеличить вот чуть отступаете и сколько нужно еще раз прошиваете и на всех уголках так и делаете и объем у вас получится больше соединяем месте сложила лицо к лицу обязательно соединяем боковые швы также делаем разутюжку в разные стороны и по кругу прошиваем у вас может быть здесь быть подкладочная ткань может быть с изнанки как хотите где ручки также прошиваем два раза все прошили внутреннюю сторону приводим в порядок отрезаем все ненужные нитки они нам здесь не нужны и вещь также должна хороша быть как с лица так и с изнанки и теперь мы просто выворачиваем сумка практически готова мы ее вывернули видите все швы у нас совпадают и теперь можно хорошо отутюжить и пустить от строчку слегка обтачку перекатить вниз чтобы она не выходила можно и не прошивать по верхней части прошила на ширину лапки тем самым закрепила хвостики что были у нас на ручке и вот такая сумка то и получилось низ если вы хотите чтоб он у вас держал форму вы можете вовнутрь вставить картон или есть пластиковые такие специальные подобие салфеток под горячие вот с ними то можно как раз и стирать и также чтоб подкладка не выскакивала ее можно на уголках закрепить этим швам и вот девчонки как все просто быстро сшили себе вещицу с такой сумкой конечно можно и в люте выйти и в магазин сходить и на тот же пляж соответственно эта сумка летний вариант но походите лето износится на следующее лето сошьете себе еще одну веселую сумку ссылку оставлю в описании кто не видел как это все делается а вы пишите комментарии подписывайтесь на канал жмите колокольчик ну все дорогие мои пока пока случайно телефон что-то у меня выключился что болтала я не знаю заходите в гости увидимся в следующем видео